Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами традиционно в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт Алексей Зотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, уважаемые телезрители! У нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22. Звоните, задавайте вопросы, рассказывайте свои истории. В прошлой программе у нас были звонки, и сегодняшнюю передачу мы начнем немножко с обратной связи. Как, Алексей, на ваш взгляд? Ну, можно было бы об этом поговорить. Может быть, те наши зрители, которые в прошлой передаче увидели, к нам каким-то образом присоединятся. Но у меня была информация, скажем так, или были впечатления для размышлений. Я, в общем, подумал о том, что та тема, которую вы обозначили в прошлый раз, тема агрессии, агрессивности. Именно речевой агрессии, да? То есть в речи, как люди обозначают? Ну, речевой, да. Пусть это будет так. Хотя я думаю, что мы вполне сегодня можем, если успеем, немножко расширить наше представление и на вне речевую агрессию. Потому что речь – это же не только сказанные слова. Это интонация, да, это какие-то паузы, это мимика, с которой человек речь произносит. Ну, если мы его можем увидеть и так далее, и так далее. Какие-то такие моменты. Это слова, которые он использует. Жесты. Жесты. И вот, на мой взгляд, наше взаимодействие с телезрителями, с телезрительницами, теми, которые дозвонились, было в некотором смысле, ну, таким показательным в плане, может быть, даже взаимной какой-то агрессии, да? Хотя, что было важно для понимания каких-то в буквальном смысле агрессивных слов, ну, или слов, которые принято воспринимать как агрессивные, ну, слова, обозначающие какие-то действия, да? Ну, угрозы, да, угрозы, да, угрозы или какие-то, как говорят, обзывательства, может быть, еще что-то. Ничего такого не было произнесено, но разговор, по сути, был вот таким напряженным, да? Да, он был пропитан вот какими-то агрессивными импульсами. Может, стоит немного напомнить для тех телезрителей, кто смотрел, а для тех, кто не смотрел, немножко их ввести в курс дела, о чем были эти звонки? Это сложная ситуация, Елена, вот почему, потому что напомнить-то я могу только свое, например, восприятие, вы можете напомнить свое. Я бы адресовал лучшие телезрители к тому, что было, может быть, после нашей передачи они посмотрят, ну, и как-то один плюс один сложат. Но вот нам нужна какая-то точка отсчета в нынешней передаче, да, чтобы мы были не путанными, ну, я, по крайней мере, да, чтобы мы могли от чего-то отталкиваться. И важно, чтобы эта точка отсчета лежала не в прошлой передаче, иначе будет непонятно. Какую я хочу сегодня предложить точку отсчета? Вот, по сути, мы начали, во-первых, говорить об агрессивных высказываниях. Вообще, в принципе, вы в прошлый раз задали вопрос, если я так вот, мне не изменяет память, почему агрессия, почему ее много, почему этих взаимодействий много, или почему, может быть, она как такой феномен очень многоликий попала в поле зрения и людей, и специалистов. Вот, я так услышал в прошлый раз ваш вопрос. Вот, и я в прошлый раз хотел начать говорить об этом, вот, там были звонки, и сегодня начну говорить. В общем, после любви, после, как это ни странно, после разговора о привязанностях, о нежных чувствах, о вот такого рода связи, психологи в большей степени начали изучать агрессию. Это я вот так вот, исторически, да, и агрессия в последнее время, ну, стала одной, не единственной, естественно, но одной из эмоций, переживаний, одним из таких векторов, который, вот, попал в поле зрения специалистов. Я разными словами ее обозначаю, потому что, ну, ее действительно можно по-разному описать. То есть, агрессия – это поведение, и поведение, да, и… То есть, в чем она может проявляться, и в поведении, и в словах, и в мыслях, и… И она может проявляться в чем-то скрытом, когда мы с тобой, мы с вами неоднократно говорили в наших программах, где люди сдерживают некую агрессию внутри, и потом она у них, вот, выливается в какие-то симптомы и прочее. То есть, это может быть еще что-то нечто непроявленное. – Вот, это вот важный момент, тоже одна из точек, может быть, той, которая, из опорных пунктов, вокруг которого наши телезрители смогут порассуждать, какие формы агрессия, агрессивность проявляет, какие формы, как ее вообще распознавать. То есть, это один из важных моментов. Договориться, что мы называем агрессивным поведением или агрессивным высказыванием, да, что мы не вызываем. Вот я по поводу нашей прошлой передачи слышал, точнее, читал, может быть, такой комментарий, а почему это агрессия? Ну, у нас было там в передаче потом название появилось, там слово агрессия было. Почему это было агрессия? В общем, вот этот вопрос обозначения, этот вопрос, ну, скажем так, определения или именования какого-то поведения вот таким словом – это отдельный вопрос и очень важный. Приведу пример. Девушка 16 лет на встрече, на консультации рассказывает о том, что вот в семье, в квартире, где она живет, у нее есть своя комната. И родители запрещают ей закрывать дверь этой комнаты, ну, может быть, ну, не может быть, а оправдывая, обосновывая это тем, что, ну, вот свет таким образом во всю комнату ходит, там животное может перемещаться из одного пространства в другое, сквозняк проходит, да, и ей запрещают держать эту дверь. То есть имеется в виду сама створка закрытая, а не щеколка? Нет, сама створка не закрыта, да. И, в общем, такое, ну, внутрисемейное поведение оправдывается заботой обо всех, да, то есть, ну, свет нужен всем, воздух нужен всем, животное тут ходит, да, оно хочет вот там туда-сюда куда-то попасть, ребенок маленький бегает, там в семье есть еще один ребенок. И вот моя пациентка, она рассказывает об этой ситуации, и эта ситуация ее очень сильно напрягает. Она ее, ну, как сейчас говорят, да, она ее злит, она ее бесит, она ее, она вызывает массу вообще чувств. Почему? Потому что иногда она хотела бы, чтобы дверь была закрыта. чтобы, ну, не чтобы она что-то там делала, да, какое-то специальное, особенное. И в этом смысле, в этом смысле ее желание, я ее понимаю, она как раз находится в том возрасте человеческом, где закрытая дверь важна. Ну, психологи, психотерапевты могли бы здесь говорить о личном пространстве, о границе. Это тот самый возраст, где вот происходит какое-то, не то что размежевание, а какое-то выделение. В пределах вот этой общей территории есть какая-то моя территория, которая неприкосновена... Ну, сепарация, да, то есть отделение. Ну, если наши зрители знают этот термин, да, сепаратор. Сепаратор или разделитель, да, вот такое есть еще слово. Или там примерно похожая история, я думаю, что здесь их можно объединить, как молодой человек рассказывает о том, что мама периодически, у него своя комната, все там с дверью нормально, она закрыта, но периодически, когда он уходит на учебу, мама заходит в его комнату, открывает его шкаф и складывает все вещи, ну, по порядку, да. Там нижнее белье по порядку лежит, носки по порядку, там рубашки, ну, понятная идея, да. Вот. И, ну, в общем, как будто она не делает ничего агрессивного, мы об агрессии говорим, ничего предусудительного. Она проявляет таким образом заботу. Но сына это бесит. Но сына это очень сильно задевает. У сына это вызывает массу чувств разных. Не только злость, но в данном случае мы говорим о злости. И вот оба моих вот этих молодых человека в примере, да, они испытывают эти чувства. И вот тут возникает вопрос, как мы можем характеризовать это поведение. Если идентифицировать или объединяться с родителями, а девушка и парень в свою очередь говорят родителям, что они не хотели бы, чтобы этого было. Девушка говорит, я бы хотел, чтобы дверь была закрыта. Не находит понимания, потому что... Ну, я уже говорил, почему. Парень тоже не находит понимания, потому что... Ну, тебе некогда. Я о тебе забочусь. Я хочу, чтобы ты ходил в... Ну, чтобы у тебя все было нормально. Некрасиво, когда все разбросано. И так далее. Я думаю, что наши зрители вполне могут этот список дополнить. И вот эта такая забота со стороны родителей, она для них очевидна как забота. Если спросить или предложить им идею об агрессии, естественно, они скажут, что здесь нет никакой агрессии. Мало того, здесь есть прямо противоположные действия, да. Любовь, ну, проявление любви, проявление, ну, самых каких-то лучших чувств, заботы и так далее. Если спросить молодых людей, они очевидным образом обозначат это поведение. Они скажут, что меня контролируют. Они скажут, что на мою территорию вторгаются. Они скажут, что, ну, может быть, контролируют. Они скажут, что меня воспринимают еще как ребенка, а не человека, ну, уже достаточно выросшего и так далее. И вот одно поведение, которое с двух концов взаимодействия, если можно так сказать, да, читается по-разному. Хотя поведение одно и то же. То есть я к чему вот таким, может быть, окольным путем через пример вел? К тому, что мы как таковое поведение не можем называть агрессивным или неагрессивным. Это скорее смысл, который присваивается этому поведению, читающим это поведение, или участникам этого поведения, да. То есть одно и то же поведение сыном или дочерью читается как агрессивное со стороны родителей. Мало того, оно агрессивное еще потому, что для них обратная связь, «давай ты не будешь заходить» или «давайте мы будем закрывать дверь». Обратная связь. То есть дети остаются неуслышанными, да, своими родителями неуслышанными в плане их желаний, потребностей, не знаю, настойчивости, соблюдения каких-то новых правил, которые возникают в семье. Ну, по сути, да. Но парадокс в том, что родители ведь тоже могут сказать, что они неуслышаны в своей заботе, в своем желании поучаствовать в детях, в своем желании вот как-то это пространство поддерживать в определенном балансе, в определенной гармонии, да. Вот. Единственный, наверное, вопрос, что обычно в такой коммуникации с проблемами в кабинет приходят дети, а не родители. То есть это является для них проблемой. Для родителей это не является проблемой. Ну, может быть, до тех пор, пока перевес на стороне родителей. Родители появляются в другом варианте, когда дети закрывают и не открывают, или, ну, что-то там со шкафом, да, это все приобретает такой катастрофический характер. Или дети, чтобы отстоять свою территорию до конца, перестают ходить в школу или в институт? Ну, тем самым, если эту аналогию продолжать, тем самым разрушают или ставят под вопрос, пытаются, так сказать, трансформировать, деконструировать предложенную родителями четкую модель и систему. Потому что ходить в школу – это все-таки родительская система до определенного времени, да. По сути, получается, подростки или молодые люди, они пытаются проявить свое «я». То есть, может быть, таким даже деструктивным способом, разрушая существующую систему, существующие правила в семье, показывают. Вот я вот уже такой, иной, другой, выросший, не ребенок, да. Я член семьи, в отношении которого стоит соблюдать личные пространства и границы. Это интересный комментарий, Елена, по поводу «я». Вот я сейчас задумался. Может быть, даже так. Может быть, даже в какой-то степени показывать еще нечего. То есть, вот это «я», оно в момент пребывания на этой границе и возникает. То есть, я себя узнаю не тогда, когда не в процессе созревания, как тыква, которая лежит на грядке, и зреет, зреет, зреет. В какой-то момент человек говорит, о, я созрел, я есть, да. А это «я», оно скорее появляется и проявляется вот в таких столкновениях. В борьбе с родителями. Оно не столько борьба, это сколько пребывание вот на некоторой такой границе. Вот и в этом плане, в моем первом примере с девушкой, ее «я» формируется где-то там рядом на уровне дверей. Там, где и там вот эта вот зона формирования «я». Потому что до двери в ее комнате уже что-то сформировалось. Это для нее понятная и знакомая территория. А за пределами дверей это пока еще родительское пространство. Ну, или пространство социума, в которое она периодически выходит, да, и периодически оттуда, ну, возвращается к себе. А вот эта вот демаркационная линия такая, да, такая граничная линия, это как раз линия, ну, в кавычках, естественно, линия, где силы, желания, запреты близких сталкиваются, и вот что-то там происходит, да. Ну, это вот та самая граница, как гештальтерапевты бы сказали, да, вот эта граница контакта, граница соприкосновения. Вот. И у нас с нашей зрительницей в прошлый раз, с Еленой, вот эта граница контакта в разговоре тоже случилась. У нас не было общей территории, общей комнаты. У нас был общий разговор, который, ну, состоялся в какой-то момент. И, вероятно, ее слова перед тем, как отключиться, показали, что мое поведение как человека, отвечающего ей, как собеседника, было ею воспринято как агрессивное поведение. Хотя с вашей стороны была забота, участие какое-то, ну, и нам показалось, что она не услышала наше содержание, она как будто бы соприкоснулась со своим содержанием, и вот нам оно досталось. Все верно, Елена. Вот я к этому подводил. Я могу, какие выводы из этой коммуникации я могу сделать? Один вывод я могу сделать. Она меня неправильно поняла, я хотел позаботиться. Ну, я здесь стою на позицию родителей, которых я описал, да. Я хотел позаботиться, она меня не поняла. И, в общем, ну, не доросла. При этом, если проводить метафору, она как будто бы нам дверь открыла, но потом она услышала, когда мы ей говорим, закройте дверь вам в психиатрическую больницу. Хотя с нашей стороны этого даже не было произнесено. Это интересный, да, момент, когда мы какие-то вещи не произносим, и какие-то вещи нам, ну, не вещи, да, какие-то слова, какие-то смыслы, ведь они тоже извлекаются. Я к чему веду? Я вот этот момент, я бы хотел его договорить, он важный. В какой-то момент не так уже важно, что я имел в виду, и что она имела в виду. В тот момент, когда мы разговариваем, мы вынуждены, ну, для того, чтобы коммуникация состоялась, мы вынуждены иметь в виду, как другой человек переводит, читает мои слова. Он может читать их как угодно, да. Я протягиваю руку для рукопожатия, кому-то кажется, и искренне, да, кому-то кажется, это агрессивные действия. Я могу сказать, фу, он какой-то, ну, того немножко, да. Я же совсем по-другому себя веду. Но если я хочу контакта, я тогда должен понимать, что тот знак, который для меня является знаком дружелюбия, для него, очевидно, какой-то другой знак. И тогда, ну, я вынужден, если я хочу продолжить коммуникацию, то я вынужден буду выяснять, что это для него значит. Если у нас есть время для этого выяснения. Ну, действительно, получается, коммуникация, как и будущее, всегда не определено, то есть оно всегда неизвестно. То есть мы не знаем, в какой момент времени один и тот же наш жест рукопожатия или нашу заботу, наш собеседник, оппонент, я не знаю, тот, кто напротив нас воспримет, правильно или неправильно, ну, с нашей позиции. Это очень такой важный комментарий, Елен. Да, действительно, оно не определено, эта коммуникация не определена, но нас, может быть, спасает или сохраняет надежду, что какие-то нюансы, какие-то особенности, какие-то закономерности мы вполне можем предполагать в этой коммуникации. Ну, например, что что-то будет меняться. Это же уже знания определенные, да? Вот в прошлый раз, Алексей, мы поговорили с Еленой. Как вы думаете, что мы с вами не учли? Нам вот наши телезрители, да, здесь, которые в студии, подсказали, что, возможно, люди до сих пор не знают разницу между психологом, психиатром и психотерапевтом. И вот, кажется, для Елены тоже все эти три специальности смешались, и она не услышала нас. Отвечать так – это гадать о том, что Елена услышала или не услышала. Не могу ничего об этом сказать. Я могу сказать о том, отвечая на ваш вопрос, я могу сказать о том, с чего бы я начал. У меня возникла гипотеза, что, возможно, я ответил на вопрос, который она пока не задавала. Она не задавала, куда обратиться. Она уже обратилась, чтобы ей здесь специалист дал ответ. Она там адекватна, нормальна себя. Нормальна или ненормальна. Нормальна себя так можно вести или так нельзя вести. И, может быть, я сказал, что с умершими близкими мы общаемся, в определенных местах общаемся. Но я не взял на себя ответственность и объяснил, почему. И я, если нужно будет, могу продолжить эту идею. Я не взял на себя ответственность сейчас вот так заочно говорить о том, нормально ли это для нее в ее текущей ситуации. Ведь мы, ну, хорошо, я для себя четко определяю, что есть некий эмпирический опыт, то есть опыт таких ситуаций, таких встреч, где мы можем предположить, что люди периодически разговаривают со своими умершими близкими. Но есть еще опыт не случившейся каждой конкретной ситуации, каждого конкретного разговора. Для кого-то из людей этот разговор вполне себе, ну, скажем так, подходящий. И дальше, ну, у самого человека не возникает вопросов. Я нормально действую, стоит так делать или не стоит, да? А у кого-то возникают вопросы. И вот, может быть, мое предположение, почему коммуникация случилась, почему общение случилось так, как случилось, я немножко забежал вперед, порекомендовав Елене специалиста, с которым она точно сможет, ну, вот так вот сидя, да, ну, как я думаю, да, сидя друг напротив друга, для того и существуют специалисты-психологи, психиатры, психотерапевты. Для того они существуют, чтобы конкретному человеку в конкретной ситуации ответить на его вопрос. Ну, например, нормально это или ненормально? Это нормально, что вот я так, там, со мной происходит, да? Вот я бы сказал, что это коммуникация такого образа. И в чем важный акцент этого подхода? Я бы сказал, что это подход. То есть первый подход – додумывать за другого, что он там, как «ты меня не понял» или «я ее не понял», да? Вот один такой подход. Мы друг друга не поняли. Но из этого подхода могут быть разные пути. Мы друг друга не поняли и все, и разбежались. Или мы друг друга не поняли и начали выяснять, ну, вот этот язык друг друга, что мы под, может быть, даже ожидаемыми, знаемыми сигналами подразумеваем. Мы можем подразумевать абсолютно разные вещи, но я не буду далеко уходить. Иногда бывает в семейных конфликтах, когда супруги пытаются прояснять фактически одно и то же, просто разными словами. И только когда уже пух перья полетели, они выясняют, что, оказывается, мы об одном и том же говорили и в одном направлении двигались. И здесь вот этот разговор о выбранных средствах, о том языке, которым это делается. И вот, возвращаясь к, может быть, тому моменту, к тем опорным вещам, о которых мы сегодня, я хотел поговорить. То есть, во-первых, вопросы агрессии, безусловно, важные, потому что здесь пунктиром скажу, поскольку это, в общем, известно, что в социуме, в нашем, в нынешнем для агрессии почти нет места. Она считается для агрессии как проявления несогласия, проявления конфликта какого-то, проявления неудовольствия и так далее. Ну или, скажем так, место есть, но я бы сказал, что не сильно где-то учат конфликтовать. Учат скорее не конфликтовать, не высовываться, не, значит, помалкивать, помалкивать, нивелировать, обходить углы и так далее. Само по себе это хорошее умение. Но когда оно единственное, когда я только умею нивелировать и сглаживать, и не умею отстаивать, аргументировать, обозначать позицию, разграничивать. Нет, вы не так меня услышали. Я вообще хотел вот это сказать, да? Ну или защитить себя даже элементарно. Защитить себя. Как часто люди, ну я у себя это замечаю, и окружающие делятся после конфликтной ситуации. Вот это допроговаривание диалога. А вот он мне вот так, а мне надо было вот так сказать. То есть что-то там остается недосказанным. Во внутреннем пространстве вот эта потребность высказаться хотя бы человеку в своих фантазиях, она остается. И вот этот разговор о способах ее проявления, о способах ее такого невербального проявления и о способах ее распознавания, ведь вполне может быть ситуация, когда, ну вот, возвращаясь к этим парню и девушке из моего примера, да, девушка не до конца, она говорит и про страх говорит, и про злость говорит, но она не до конца эту злость понимает, с чем она связана. И когда, ну то есть в самом спектре переживаний это дано, причем эта злость в этом примере, она направлена у нее на себя. Она не мир разрушает, она разрушает периодически себя, не буду говорить, что именно. Но, вот, и ей не очень понятно, ну, источник этой злости, да, ей не очень понятно, даже не так, источником она сама является. Ей не понятно, как этой злостью она включена в отношения. Она включена в отношения, в эту, такую дверь вот туда-сюда двигающуюся, да, и так далее. Поэтому, ну вот, разговор о том, чтобы распознать, что это ею может восприниматься таким образом, что ей может это не нравиться, и злость является такой реакцией, да, на то, что не нравится. Это вполне такой результативный становится разговор. — Тогда, может быть, в завершении программы несколько слов про этого молодого человека, который тоже сегодня в нашей программе поучаствовал. — Ну... — Как он со своей злостью обходится? Кратко, если можно. — Ну, наверное, он, насколько я помню, также ее пытается уложить ровно и красиво, как уложены пока его вот носки и нижнее белье в шкафу. Она не сильно так укладывается. Вот. И она проявляется сквозь, ну, какое-то поведение, сквозь те моменты, которые он в самом себе даже и не может воспринять как проявление собственной злости. — Спасибо, Алексей, за сегодняшний разговор. Хочу напомнить нашим телезрителям, у нас есть группа ВКонтакте, которая называется «Разговор по душам» на Самаргис. Там архив нашей программы, есть вкладка обсуждений, где можно задавать свои вопросы, и мы ответим на них в прямом эфире. Какие-то пожелания, может быть, как людям с агрессией быть, проявлять? — Ну, какой-то, может быть, дневник вести такого рода проявлений или такого поведения, таких своих высказаний, которые люди предполагают, что они могут быть или кем-то восприняты агрессивно, или они самостоятельно воспринимают агрессивно. Потому что эта тема очень живая, важная и делающая людей живыми. — Спасибо, Алексей, за сегодняшний разговор. Спасибо нашим телезрителям, что вы были с нами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok